Мы хотели УАЗик, мы, наверное, его себе и купим. Но мы должны задать себе вопрос, где мы будем покупать запасные части. Дело в чем заключается? У меня большое количество иномарок, да? Но я точно знаю, что гораздо проще было бы все это дело купить через интернет. Про УАЗик я тоже бы сказал, по одной простой причине. Я захожу и спрашиваю, вот это хотелось бы, вот это, вот это, вот это. А мне говорят, да будешь ты ждать сколько. Я говорю, а почему? Это же УАЗик, запчасти должны быть здесь сейчас. То есть все, кто продает УАЗик, за исключением вот этого места, который располагается на авторынке центральной городской ярмарки, везде и всюду, это интернет-магазины. Ну, наверное, лепили себе УАЗик, а толку ничего и нет. То есть о чем мы сейчас говорим? Похоже, за запасными частями УАЗику необходимо придет только сюда. Так вот, давайте определимся со стоимостью ремонта. Да, понятен результат. Вы продаете товар, которого нет. Это я про иномарки. Ну и ездите на них. Хорошо, товара нет. Но вопрос, почему я в Турции заменил опорный подшипник за 6 часов? А здесь я его буду ждать 3 недели. Непонятно. А-а-а, мы работаем. Или вы наживаетесь? Другой вариант. Наши машины. УАЗики. Я знаю, где косячные запчасти. Городок такой есть, прибрежный и Магнитогорск. Так вот, самые косячные запчасти, это оттуда. Но при этом вы посмотрите на владельцев ларьков и киосков. Нет, чтобы поддержать наших производителей. А они рысячат на прадиках и на двухсотках. А вы за это еще платите. Теперь другой вопрос. Кто лазит везде и всегда? И по сути ломается тоже. Это джипы. А по нашему УАЗики. Потому что круто лазим туда, куда Макар Телят не гонял. И по сути УАЗ в действительности машина проходимая. Теперь вариант. Где запчасти? Поверьте мне. Везде, где продают запчасти на УАЗ, это либо тот же интернет, либо космос по ценам. Кроме одного места на центральной городской ярмарке. В автомобильных рядах. Вот о чем мы сейчас говорим. Какие двигатели ставятся? Есть здесь все и в наличии. Пожалуйста, замечательный двигатель 402. И такой ставился в том числе и на УАЗик. Потому что, ну какая разница? УАЗик, он что должен делать? Он должен ехать. Понимаете? У него мышцы такие не нужны. Главное, чтобы это был хороший крутящий момент. А у газовского двигателя он нормальный. То есть, цены, ну наконец-то нормальные. То есть, ассортимент есть. Почему не купить? А где? А маловато уазиков у нас. Но по сути событий, утеплить машину легко и просто. Так вот, это УАЗик. А вот патриотов много. Ну и у них есть проблемки с запчастями. Куда вы ездите, да? Куда-куда. Макар телят не гонял. По случаю-то он и даже в волки не ходит. Да, такое случается. Вот настоящий двигатель. Вот настоящий УАЗик, да? Вот. Но, к сожалению, туда, куда Макар телят не гонял. И туда, куда волки не лазят. То есть, вы обязательно зальете свою проводку, да? А теперь я вам задам вопрос. Представляете, да? Залили вы проводку на своем, допустим, лендровере? Прилендере? Или Дефендер? А, Дефендер. Ну, хорошая машина просто. Мне очень сильно нравится. Где вы там проводку возьмете на Дефендер? Думаю, нигде. Залили вы, допустим, на Паджеро. Где вы проводку возьмете? Нигде. Ну, бывает такое, что топится. Бывает, что делать. Здесь, пожалуйста, любая проводка есть для вас. Вот так вот, да? Проводка есть. И она... Ура! Есть прямо здесь. То есть, едем в конченную грязь, затем обрабатываем машину по полной, в мойке, все меняем и едем дальше. Круто, да? Масла все меняются разом и здесь. Уазик заточен под Россию. Делается легко и просто в любом месте. Ну, чем не самый крутой российский джип, а? Теперь разберемся, ну, что двигатель заводит, да? Пункт номер один. Его заводит насос, который подает вам топливо, да? И пункт номер два. Это, естественно, стартер. Потому что без него никак вы не заведете двигатель. Если это только не дизель, да? Там все немножко по-другому. То есть, там ТНВД-шка стоит и все это дело впрыскивается. Ну, маленький вопрос. Как вы дизель собираетесь заглушить? Должна быть кнопочка такая специальная. Если такой кнопочки нет, он будет у вас работать, это дизель. Но если вы только там четвертую скорость не воткнете и в горку не пойдете, тогда он заглохнет. Все остальное. Вот, вот, пожалуйста, вот он стартеры разные. И катушечки, естественно. Ну, а для того, чтобы бензин завелся, вам необходим карбюратор. О, в наличии. Здесь, сейчас. А вот теперь проблемка. Патриоты хороши. Ну, так сделайте один нормальный. Зачем колбасить на запчастях, а? Круто, конечно. Но вот суть вопроса. Круто, когда запчасти есть, ждать их не приходится. А так и кордоны разные коробки. И с двигателями тоже. Хороший, большой патриот по размерам круче двухсотки. Давайте поделимся с ценой на запчасти и двигаем Тойоту из наших грязей. И для тех самых косячных и непроходимых мест. И вот мы сейчас говорим про патриоты. Хорошая машина, но что-то немножко меняется. Постоянно что-то другое делается. Получается, каждые три года что-то конструкторы на патриоте меняют. Сейчас мальчики приходят к нам, и даже тот же самый кардан. Каждые три года разной длины. Поэтому говорю, что мерите по сантиметрам уже все это. А заказ, пожалуйста. Мы говорим о чем? Потому что патриоты меняются, все сразу притащить не получится. На УАЗ, на стандартный УАЗ, у вас есть все, правильно? Стандартный, да. А такое вот уже обновленное что-то, обновленные машинки, это, конечно... Сколько ждать? Да сейчас уже можно сегодня заказать, завтра, если есть наличие на основной базе, у нас в Челябинске привезут, пожалуйста. В Уфе, в Уфу заказываем, в Екатеринбург заказываем. То есть сейчас базы хорошо работают. Все есть в наличии? Все это можно, конечно, в наличии. Если там нет, то там найдем. Вот такая тема. Вы можете попросить, а мы и сделаем. И вообще, мысль правильная и не мной придуманная. Что реклама – двигатель торговли. И поверьте мне, самая крутая реклама делается у нас на телевидении. Другого нету. Я вам могу и ролики сделать. И цена, простите, будет на уровне. Я сделаю ролики по мозгам-то качественнее. Будет и CG. Сделаем. Ну, а проще позвонить по моему номеру 8 952 526 68 65. И работа у вас пойдет. И в деле продвижения запчастей, и в деле продаж машин, и, естественно, в работе по дому. Думайте, господа, и посмотрите на удовольствие от материала по запчастям. На замечательном магазине на центральной городской ярмарке, что продает то, что нужно для вашего УАЗика и машин газа. И УАЗик, он должен делаться везде и всюду. УАЗик чем он хорош? Это самый лучший отечественный внедорожник. Причем, как бы я вам сказал, что этот внедорожник, он не только в России распространен. На УАЗике есть и в Америке на 469-м. На Козлике в том числе. На УАЗике ездят и в Японии. Они любят очень буханку. Представляете, буханчик такой. На полном приводе. Причем, в нормальном полном приводе. То есть, УАЗик, он работает. И он вам показывает, что на нем можно ездить. То, чем мы сейчас занимаемся, это вопрос, конечно. То есть, вот Хантеры, да? Вот Хантеры, 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 Хантеры. Зачем все это делать? Потому что, допустим, был старый хороший УАЗик. На него все было здесь и сейчас. На Хантерах там все сложно, понимаете? Там и карданы разные. Ну, зачем это делать? Надо делать то, что завоевало популярность годами. Это, естественно, настоящий УАЗик, который сделается в Ульяновской области.